Владимир Заднепровский участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. В 1989 году был призван военкоматом. Несколько месяцев жил в селе Оранном, в 30 километрах от АЭС. Приводил в порядок одежду рабочих, которые обслуживали электростанцию и зону отчуждения. Одежда, которая уже в то время, в 1989, уже стиралась. До этого ее просто пробежал человек, пять минут поработал на саркофаге. Или на станции переодевался, одевал новую, а тут закапывали, ликвидировали. Но уже много средств ушло к 1989 году, поэтому ее стирали и по новой выдавали. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали полтысячи изюмчан. Сейчас на территории района их проживает 120 человек. Сегодня большинство из них пришли на открытие памятника чернобыльцам. Проектировал его архитектор Василий Лысенко два года. Говорит, пятиметровая гранитная стелла в форме креста символизирует жизнь и смерть. Чернобыль принес много смертей, много беды. Почему крест? Потому что чернобыльская авария принесла беду югу, востоку, северу и западу. Журавли – это символизирует жизнь. Внизу шар – это атом, который типа взрыва. Памятников чернобыльцам на Харьковщине больше трех десятков. Но монумент в Изюме один из лучших, считает в областной организации «Союз Чернобыль-Украина». Не просто памятник, а будет мемориальный комплекс, он будет развиваться. Здесь будут установлены доли лейстеллы с памятными надписями, посвященными участникам ликвидации аварии и погибшим. В обл. администрации говорят, создание памятника, инициатива изюмской районной администрации и мэрии. Реализовать проект помогли чернобыльцы и меценаты. Тема чернобыльцев вообще актуальна, администрация уделяет этому внимание. Работа ведется системно, и безусловно, любое такое начинание, оно приветствуется, потому что это большое дело, и, может быть, не всегда есть возможность именно за счет государственных средств и ресурсов реализовать такие проекты. Поэтому всечески поддерживаем такие инициативы, и все, что можно сделать с нашей стороны, безусловно, будем принимать в этом участие полноценно. Гости и жители Изюма возложили цветы к монументу и почтили память погибших в результате аварии на ЧАЭС с минутой молчания.